Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Вот мы много говорим о морально-нравственном воспитании молодежи, о привитии каких-то моральных ценностей правильных, и откуда все идет, что, значит, все перевернулось с ног на голову. Ну вот вы знаете, я делал два обзора на клипы Филиппа Киркорова, которые, как мне кажется, напрямую-напрямую воздействуют. Я не думаю, что молодежь смотрит Филиппа Киркорова, но в частности у него были песни, где он разделся до гола сначала, а потом еще с Басковым была песня Ибица, где они искупались в фекалиях. И это активно обсуждалось, это куча просмотров, там миллионы просмотров, значит, да. Всем было, безусловно, интересно посмотреть, что это такое вообще. Но то, что я сейчас увидел, меня повергло просто в шок. Вы знаете, я стараюсь всегда подбирать выражения и очень деликатно всегда, конечно, говорить, потому что, значит, это публичная платформа, но тем не менее я считаю, что в данном случае правоохранительные органы должны дать правовую оценку новому клипу Филиппа Киркорова, который сейчас находится в трендах Ютьюба. Он называется «Романы», премьера клипа 2020 2020 года. Здесь на данный момент лайков практически чуть-чуть больше, чем дизлайков. То есть люди, собственно говоря, у нас имеют понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И я очень доволен и очень рад этому. Но, вы знаете, я просто шокирован. Я призываю вас посмотреть, оценить. Наберите Филипп Киркоров «Романы» на Ютьюбе и дайте соответствующую оценку свою. Беспристрастную я не давлю ни на кого, я выражаю свое мнение сейчас. Но я считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку тому, что здесь происходит в этом видеоряду. Я по-другому не могу назвать это. И церковь должна высказаться, потому что здесь показывается католическая церковь. Снимается Варнава, Екатерина Варнава. Может быть, знаете, там в «Комедивумен» была такая. Значит, Киркоров предстает здесь в образе настоятеля или батюшки. То есть это католическая церковь, да? Католические монашки, католическая церковь. Видимо, понимали, что православие, православную взять, это вообще будет конец. Но у нас на территории страны есть и католики, на территории России. Католики есть не только на территории России, это понятно, да? Огромное количество католиков. И я считаю, что их чувства здесь в данном случае действительно оскорблены настолько, насколько только можно оскорбить. Слушайте, здесь Киркоров выступает, мне кажется, это уже просто переступить грань дозволенного какого-то, да? И вот это вот переступить грань дозволенного, это пример, понимаете? Пример всем тем, кто с неокрепшим мозгом посмотрит это, что можно делать все, что угодно. Я считаю, что такие вещи нужно наказывать. Как там Водоная высказалась о рожающем быдле, и, между прочим говоря, у нее были какие-то здесь, в общем-то, какие-то умные мысли, просто она их высказала так. Нужно было просто сказать, проблемная прослойка населения. Она в силу своего развития высказала вот так, как высказала, да? Но в данном случае, в данном случае, гораздо все еще... И ее предложили расставать на 100 миллионов. Сейчас вроде говорят, что какие-то общественные работы там или еще что-то. Но что делать с Хиркором, я не знаю, потому что он пристает здесь в образе настоятеля или там батюшки, как это у католиков. И Варнава якобы врывается в церковь, любовь-любовь, романы-романы, так сказать. И монашки, представляете, то есть прямо в церкви снимается, как Варнава раздвигает ноги, затемняется, так сказать, немножечко у нее промежность. Это я говорю о том, что показывается в церкви католической. Вы можете себе представить вообще? Для меня лично нет разницы, католическая церковь, православная, так сказать, там, да? Это все место, куда люди приходят, и они... Вот кто-то верит, так сказать, кто-то католик, кто-то православный, но, так сказать, люди все приходят, у них какие-то внутренние чувства, и это оскорбление чувствирующих. Слушайте, вы что делаете? Вы снимаете клип в церкви, где Варнава раздвигает ноги, у нее затемняется там, значит, то, что между ног. Монашки танцуют в боди, понимаете, и якобы по задумке клипа Киркоров, как настоятели этой церкви, не может избавиться от любви к этой Варнаве. Она, как бы, как выступает, как нечистая сила, да? А монашки, так сказать, защищают ее, и в том числе танцуют в боди, идут с такими вот щитами, с которыми идет ОМОН на нее. Потом, значит, показан сеанс экзорцизма, как они пытаются изгнать дьявола из самой Варнавы. Значит, потом она... Киркоров явно держит книжку, которая... Ну, это Библия, да? Она начинает облизывать Библию два раза. Слушайте, я такого давно не видел. Я такого давно не видел. Мне прислали сейчас, вот буквально, посмотрите, пожалуйста, вот выскажите свое мнение. Мы много времени действительно уделили теме Влада Бахова, и очень много всего я не снимал, но я такого не видел давно. Я еще раз говорю, посмотрите Филипп Киркоров романа. Это ужасно. Это просто... Я еще раз говорю, его нужно предать анафеме, его нужно отлучить от церкви, не только католической, но и православной. Я считаю, что, собственно говоря, и католическая церковь, она, безусловно, выскажется, я думаю, потому что это чудовищные вещи абсолютно. Значит, это просто чудовищно. В начале монашки стоят, и у них золотые зубы, якобы это тоже, они, значит, нечистая сила, которая, собственно говоря, резонирует с этой нечистой силой Варнавы, романа-романа, любовь, да? И, значит, она полуголая там танцует, еще раз говорю, раздвигает просто ноги в церкви, монашки танцуют в боде полуголые, Киркоров дает ей лизать Библию. Это что такое? Я не понимаю, это что такое вообще? Потом, позади ангелы, ангелы, то есть, да, нарисованы, и под ними нарисованы лайки, сердечко лайк, циферка один, то есть лайк, и сердечко разбито. Это что такое? Это что такое вообще? Это как можно было вообще? Я понимаю, что сейчас можно обойти телевидение и все выпустить на YouTube. Я призываю администрацию YouTube заблокировать, я призываю всех пожаловаться на этот клип. Я всегда, еще раз говорю, делегатин, в данном случае у меня слов нет. Я призываю всех здравомыслящих людей пожаловаться, я уже это сделал на этот клип. Значит, предать анафеме Киркорова вместе с Варнавой и в католической церкви, и в православной, и правоохранительному органу оценить вообще это. Оскорбление чувствирующих, это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это что такое? Это чудовищные вещи. И после этого мы удивляемся, почему у нас неправильные ценности среди молодежи. У меня слов нет. Я надеюсь на то, что вы посмотрите и напишите комментарии. Мне интересно ваше мнение. С вами был Будда Гришна, всем пока, до встречи.